Вопрос к Дмитрию Шмигельскому. Был озвучен о том, что нет водоснабжения в Маянге питьевой воды. Проблема известна уже как 5 дней. Почему именно сейчас он докладывает, что сегодня-сегодня все куда-то поедут? И почему не озвучил вопрос о том, что не только в насосе проблема, а в том, что еще фильтра, которых там, насколько я понимаю, 8 штук, они вышли и засорились, стоят достаточно много денег. То есть будут ли они заменены и есть ли уже источник финансирования? Это первый вопрос по Маянге. Второй вопрос по Маянге также к Дмитрию Шмигельскому. Это состояние пожарной машины. Все видели в социальных сетях ее состояние. Ролики выбрасывали, кто за ней ухаживает, выделяется ли финансирование. Третий вопрос по кормежке. Не только по кормежке. Скажем так, по-моему, в 2018 году были произведены ремонты ДК Бакватрокского муниципального образования. Были проведены отопительные системы, батареи, трубы и так далее. Вот на примере кормежки, насколько я помню, я видел и был в других ДК. Все эти трубы скреплений посрывало. Батареи также находятся в перекошенном состоянии. То есть это видно, что пластик не подходящий для отопительной системы. А сделано все тяп-ляп. Будут ли требоваться гарантийные обязательства? То есть остались ли они, сохранились у подрядчика? И будут ли это исправлять, эти работы? Вот пока такие вопросы. Спасибо, Александр. Мигельского Дмитрия Александровича, пожалуйста, подключите. Что касается Маянги. Значит, тот подрядчик, который обслуживает наши модульные системы, он единственный. Мы напрямую зависим от него. Заявка была подана еще полторы недели назад. Подрядчик назначил выезд именно на сегодня. Поэтому работы будут выполняться сегодня. Что касается системы отопления в ДК «Кормежка». Значит, когда были произведены косметические работы по текущему ремонту, эти крепления были сняты. Значит, подрядчик после того, как выполнена работа, приведет отопление в надлежащий вид. То есть все крепления будут восстановлены. Трубы будут поставлены на место. Что касается пожарной машины в селе Маянга. Она находится в золотом веке. Обслуживание машины тоже производится золотым веком. На данный момент, значит, техническое состояние автомобиля удовлетворительное. В последнее время выходил из строя только у нас насос. Поэтому машина находится в рабочем состоянии. Фильтров, как вы не сказали. Ну вот сегодня подрядная организация сделает полный осмотр данного объекта. И будут уже, будут, значит, выставлены нам счета. Если будут замены фильтров, значит, будет замена фильтров. Если будет замена насоса, значит, тоже будем менять насос. Поэтому мы пока сейчас, пока не будут произведены осмотры, ничего не могу сказать. А сколько в гарантийном договоре оговаривается с момента подачи вашей заявки должен выехать подрядчик, который гарантирует работу в течение дня, суток, двое или месяц? Ну, там таких у нас нету обязательств. Что они должны мгновенно приехать у нас. Мы подаем заявку, и, значит, подрядная организация нам уже говорит, на какой день они подведут достранения той или иной причины. Пропишите в договор дополнение, чтобы выезжали в течение суток, потому что село не должно оставаться без чистой воды. Это неправильно. А если они приедут через месяц, через два, когда им заблагорассуется? Цена вопросов фильтров, насколько я понимаю, она тоже там не гигантская. Сколько там? Тысяча рублей может ли фильтр этот стоит один? Один картридж? Правильно? Цена вопрос-то невеликая. Поэтому выехать одному специалисту, оценить, сколько фильтров надо с собой прихватить, да и состояние насоса, ну, это максимум один день, как оценить обстановку, так и ее исправить. Дополнение делайте в договоре и жестче прописывайте условия. Восстановление. Александр Александрович, можно продолжить? Вопросы есть некоторое количество. По Маянге также, но это, наверное, уже не Дмитрий Александрович, больше к водоканалу вопрос. Проезжал через Маянгу, вижу опять вот эта поливная труба, которая была договорена с жителями, она не закопана, лежит на поверхности. Насколько я так понял и узнал у жителей, что свои обязательства по смете, по подключению, закупке дополнительных каких-то соединительных элементов, они выполнили. Но дело вроде бы стоит за водоканалом. Можно ли узнать, в чем причина, почему поливная труба до сих пор не смонтирована? И в пятницу, и сегодня мы отдельно разобрали этот вопрос. Я на прошлой неделе сам выезжал в Маянгу. С Дмитрием Александровичем мы там встречались с местными жителями по одной проблеме. Все проговорили по поводу этой так называемой поливной трубы. На сегодняшний день до среды водоканал полностью закольцует все трубы, которые мы раскладывали вместе, это там 1700 метров, плюс еще там добавим, не хватает порядка 150-200 метров, произведут обратную засыпку. И в пятницу мы пройдем вечером по старой доброй традиции, которая сложилась в этом году уже в Маянге, пройдем с местными жителями и оценим по обратной связи, как вода поступает по летнему поливу, обеспечивается ли она, доходит ли она до каждого дома из 90, который мы планировали подключить. Ну и в целом посмотрим, как идут работы по воде. На прошлой неделе, когда был в Маянге, у самой активной жительницы, которая говорила о том, что ничего не получится, вопросов нет по подаче воды. Но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, на данной неделе, на этой неделе мы завершим все работы, как с обратной засыпкой, так и с подключением и закольцовкой всех улиц. В пятницу пройдем, просмотрим.